Ребята, всем привет! Меня зовут Оля Перчик. Спасибо большое, что зашли на мой канал. Сегодня я хочу рассказать одну историю своей жизни. Точнее, почему я не живу с родителями с 15 лет. Как только мне исполнилось 15 лет, через месяц я уехала не просто в другую квартиру, я уехала в другой город. С чем это было связано? Ну, давайте вернемся вообще на несколько лет назад. Ну, не настолько много. Давайте вернемся к моему 9 классу. Я была обычным ребенком, я была непроблемным ребенком. Училась я хорошо, я была хорошистка. Сначала была отличница, потом оленечка скатилась, там, ну, четверок было немного. Никаких проблем вообще у меня с учителями не было. Все меня, в принципе, любили. Я была еще активисткой в школе, то есть я организовывала праздники. То есть все было замечательно. Но в 9 классе как-то у нас не сложились отношения с нашей географичкой. Точнее, с учителем географии. Мы же с вами понимаем, что просто так ничего не бывает. И значит, где-то кто-то ей перешел дорогу. Может быть, с моих родных. Может быть, да больше я не знаю просто. Я не скажу, что я как-то отвратительно вела себя на ее уроках. Так вот, не знаю, в общем, что случилось. Но она меня не взлюбила. Как я поняла, что она меня не взлюбила? Ну, во-первых, это само собой понятно, начали занижаться оценки. Плюс она стала жаловаться директору, что мы срываем уроки. Хотя... Эта географичка, помимо того, что она вела географию, она вела еще биологию и химию. То есть три предмета. И вот, в конце девятого класса нужно было сдавать экзамены. Четыре экзамена. Два экзамена. Это стандартный русский, математика. Два на выбор. Я не помню, какой третий предмет я выбрала. Но четвертый предмет, в общем, как ни крути, выпало, что надо было сдавать у географички. То есть я выбрала биологию. Экзамен мы сдавали в другой школе. И принимал экзамен учитель из той школы. И наш учитель тоже был рядом. Биология мне очень сильно нравилась. И я ее очень сильно зубрила. Была уже весна. Я прям выходила на улицу. Мы жили в своем доме. Я прям ходила, читала вот эти все билеты. Я учила. В общем, я ее выучила вообще прям на зубок. И когда я пришла и вытянула билет, я даже помню, что я не писала толком ничего. Я знала и так ответ. Билет попался легким. И в общем, когда я вышла к доске, все рассказала. Значит, географии. Точнее, учитель по географии. Сказала, чтобы я вышла, и они посовещаются. Я вышла. И когда я зашла, выяснилось, что я сдала на тройку. Мне надо описать, каком я была шоке, как мне было обидно. Потому что я знала, что я рассказала на пятерку. Ну, хотя бы четверку можно было поставить. Весь класс сдали на пятерки, на четверки. И сдал на тройку, по-моему, только один мальчик. Если вообще он не на четверку ли сдал. Понимаете, то есть меня принизили, поставили на уровне к мальчику, который вообще не ходил, не учился. Было очень обидно. То есть мой аттестат сейчас выглядит так. У меня стоит по биологии, по химии, по ее двум предметам две тройки. А я не помню, почему по химии тройка, наверное, тоже я писала. У нее грузы нежала на оценке. Возможно, она тоже занизила. Я вот этого уже не помню. И, значит, я пришла в слезах, начала реветь. И мама приняла решение, что я не буду больше учиться в этой школе. Потому что впереди еще 10-11 класс. В 11 классе еще серьезнее экзамены будут. И вообще, вдруг я вообще не сдам. Там, кто знает, не знаю. В общем, мама сказала, что я ни на минуту не останусь в этой школе. И было принято решение меня отправить в техникум. Техникуму рядом не было поблизости. Мы жили в деревне. И я уехала в другой город. То есть я ушла с 9 класса и уехала в другой город учиться в техникум. Сейчас уже прошло очень много времени. Знаете, держу ли я зла на этого учителя географии? Нет, не держу. Потому что, если бы я не уехала учиться в техникум, я не была бы тем человеком, которым я стала. Я считаю, что техникум меня очень сильно закалил. Не техникум даже, а жизнь в общежитии. Я была маменькиной дочкой такой была. Когда я пожила в общежитии, я стала совершенно другим человеком. Только хочу сказать ей спасибо. И все. Вот. С мамой, кстати, мы так и не жили больше. После техникум я уехала учиться в университет еще дальше. И потом я стала жить с парнем, с мужем будущим. То есть с мамой больше я не жила с родителями. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если вам понравилось это видео, то ставь пяльчик, пяльчик, ставь вверх. Подписывайся на мой канал. И, в общем, так и выдела. Вот такая вот история из моей жизни. Спасибо большое за просмотр. Всем удачного дня. Я решила, что я периодически буду снимать видео такого плана. Нам нужно потихоньку с вами знакомиться. Ну, а вам всего хорошего, всего доброго. Не злите учителей своих, если вы еще учитесь. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok